Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Гость студии». Не так давно на нашем сайте Академинфо стартовал опрос, который звучал так. Рядом с торговым центром на улице Ильича уже давно работает рынок. Ваши отношения к нему? 60% респондентов ответили таким образом. Дикая форма торговли, странный ассортимент, рынок нужно закрыть или перенести его в другое место. Соответственно, 40% опрошенных считают, что рынок нужно оставить на этом месте. Все бы ничего, но именно на проспекте, на улице Ильича мы привыкли видеть два раза в год фестиваль Артания. Их красные палатки всегда привлекали внимание и радовали глаз. Как так получилось, что красные палатки стоят сейчас постоянно, и это вызывает некий ажиотаж среди жителей Академгородка. Обсудить сложившуюся ситуацию мы пригласили к нам в студию Анну Новолодскую, организатора фестиваля Артания, члена художественного совета мэрии Новосибирска, члена совета по культуре при администрации Новосибирской области. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте. Итак, расскажите мне, пожалуйста, как же так вышло, что фестиваль Артания всегда привлекал к себе внимание своей исключительностью, редкостью. И сейчас мы гуляем по Ильича, видим то, что сейчас там, собственно, есть. Как так вышло и как тут произошло? Ну, вы знаете, вот, я бы сказала так, что иногда законы, которые, или, значит, положения там по законодательным актам, которые пишутся в недрах областной администрации, которые потом исполняются мэрией города Новосибирска, они оказывают вот такое влияние на повседневную жизнь наших горожан. Кажется, в общем, что там такого особенного, все вроде на благо, а получается таким образом. Дело в том, что улица Ильича стала площадкой, значит, она вошла по положению и стала торговой площадкой города. И поэтому, ну, мы первые когда-то в 2011 году высадились своими палатками на эту площадку. Вот, мы, я бы еще раз хотела поблагодарить Академгородок, который принял нас, вот, и который позволил сохранить формат фестиваля Артания. Потому что у нас были какие-то несостыковки с администрацией города Новосибирска, и нас, в общем-то, изгнали из города, вот, и, значит, мы нашли здесь приют, и, в общем, нам удалось сохранить фестиваль Артания. Сейчас положение меняется, то есть к власти приходят другие люди, вот, и, в общем, сейчас по-другому смотрят на нас, нам уже стали доступны площадки и в центре города, вот, но, тем не менее, мы полюбили Академгородок, мы нашли здесь своего посетителя, вот, мы любим ездить в Академгородок, вот, но, как бы сказать, получилось так, что мы открыли дорогу, и по этой дороге пошли очень многие. Надо сказать, что мы проводим фестиваль Артания с 2007 года, и, вот, особенно последние годы, 2011-2012, активизировались предприниматели, люди, которые стали, как бы, повторять, ну, вот, пытаться подражать фестивалю, называть, значит, те проекты, которые они создают, также, значит, очень похожи, вот, даже перерегистрироваться из, там, предпринимателей, из ООО в некоммерческую форму, но тоже до конца, как бы, соблюдая тот жанр, в котором мы выступаем, выдвигать схожие программы, вот, даже в этом году вообще мы были потрясены, потому что перед нами встала ярмарка, значит, которая по-другому называлась, я не помню название, или родные просторы, или как-то еще, вот, но они, в общем-то, воспроизвели даже цвет наших палаток, то есть, вот это идет такое, как бы, наверное, мы должны этому радоваться, потому что это означает, что мы впереди, и, как бы, нам подражают, за нами тянутся, значит, мы представляем какую-то ценность, но, тем не менее, это имеет обратную сторону, как всегда, палка от двух концов. Обратная сторона, что за всем этим кроется, то есть, что вкладывается, ведь обыкновенный человек, который, как бы, не в курсе, идет по улице Ильича, одно дело, он видит, там, значит, изделия, там, художественных ремесел, художественно-промышленный товар, значит, какой-то праздничный праздник, который происходит, потому что, ну, там, значит, кто-то сбивается в группки, там, мастер-классы идут, где-то там музыка, значит, наших боливийцев, вот, и это один формат. И совершенно другое, когда в этих красных палатках происходит торговля, когда туда сбивается то, что обыкновенно тот ассортимент, который мы видим на рынке, да, вот, и без особых прикрас, без украшательств, без всего, вот, ну, наверное, это тоже может быть, и здесь уже району, как бы, решать, принимать решение горожанам, насколько это целесообразно, вот, это, как бы, не наши компетенции, но я просто хотела рассказать о тех проблемах, которые возникают у нас, вот, при таком развитии событий. Дело в том, что вот эта тенденция, появление других операторов на этой площадке наметилась еще раньше, и впервые, по-моему, это произошло в 2013 году. Мы сразу среагировали, то есть сразу, конечно, обратились в администрацию района, потому что тогда выделение площадок и согласование было именно в компетенции администрации района. Вот, и мы обращались к главе района с тем, что мы понимали, что если здесь будет продолжаться вот такая деятельность, как бы, торговля просто сама по себе, она, с одной стороны, сделает, ну, как бы, вот это, мы всегда стремились к праздничности, то есть к уникальности, в том плане, что если вдруг, ну, как бы, в общественном месте возникает какой-то там стихий, ну, как бы, стихийно для нас организованность, стихийно для жителей Академгородка, какое-то событие, вот, значит, то это, в общем-то, как бы сказать, интересно, вот, и, но это не может продолжаться, понимаете, из месяца в месяц и так далее. То есть в этом уже нарушается традиция праздничности, становится повседневность и ярмарка, а ярмарка – это событие эпизодическое. Даже в самом определении ярмарка по канонам, там, нашей, в том числе и торговой палаты, существует, что это эпизодическое, повторяемое событие, но не исключительно постоянное. Там, где постоянное, это уже рынок. И вот, вот это место превращается, когда в рынок, то есть постоянно действующее торговое место, потому что мы уезжаем, приезжают другие, значит, там еще операторы меняются, значит, и все это становится постоянным для людей. То есть вот эта традиция праздничности утрачивается, и, соответственно, мы терпим потери. А вы думаете, не кризис тому виной, а именно вот? Мы сейчас обсуждаем? Да, вот представьте себе, я думаю, что в большей степени, больше, чем кризис, но и все-таки именно то, что мы обсуждаем. Мы уже обсуждали вопрос вот этого падения, падения интереса. Я сама чувствую по площадке, что, значит, нет вот этого, значит, искры праздничности, это же то, что витает обычно. Я очень люблю, когда вдруг появляется опять вот этот дух артани. И вот я чувствую, что вот этого нету, потому что спешащие люди, которым, ну, в общем-то, визуально все это, как бы сказать, надоело, да, вот эти самые 60%, вот, все, вот. Поэтому, конечно, здесь вот такая проблема есть. И мы для себя тоже думаем, каким образом поступать, или уходить с этой площадки, вот, и это тоже было. Вот, но тогда мы оставим как раз эту площадку для тех самых, значит, это, где мы еще найдем такую площадку в Академгородке. Второй момент, который чрезвычайно важен, вот я как член художественного совета, занимающийся оценкой деятельности объектов, я считаю, что невозможно, как бы сказать, вообще выйти из этой ситуации и принять какое-то решение, вот, без оценки результатов деятельности. Вот, поэтому я считаю, что по каждому фестивалю ярмарки должен быть обязательно анализ проведенных мероприятий и должны подводиться какие-то итоги. И, безусловно, органы, там, административные, они каким-то образом должны сравнивать, вот, и рейтинг какой-то вести свой, для того, чтобы решать такие сложные вопросы. Ну, я думаю, что, вы знаете, я специально в 2014 году, вот, как член совета по культуре, провела вот такое исследование по разработке критериев оценки деятельности операторов художественных и ремесленных ярмарок. Вот, и, в принципе, там уже все я подготовила для того, чтобы, да. То есть есть шаблон, по которому можно отчитываться просто по этим мероприятиям, вот, и хотя бы сравнивать вот эти отчетные показатели, вот, между собой и хотя бы рейтинг. Ну, есть этот рейтинг. То есть, безусловно, люди, которые приходят, они так или иначе оценивают мероприятия, вот. Ну, то есть оценка может быть как по предоставленным показателям, так и оценка со стороны, значит, посетителей, вот. Но такую работу надо вести. Это и есть административная работа, управление процессами, да. Вот. Но у нас почему-то принято, как бы сказать, вот эта вторая часть, она никогда не доводится до конца, я уж не знаю по какой причине, вот. Но без этого просто двигаться, без этого вот эту проблему не разрешить. Она так и останется на месте, потому что она будет как решена? Убрать совершенно всю торговлю и запретить здесь ярмарк? Значит, тогда убрать и нас вместе со всем. То есть, мы бы тоже хотели остаться на улице Ильича, потому что не видим, ну, таких вот на сегодня площадок, значимых, посещаемых. Я вот не готова к вам сегодня дать эфицир для Академгородка, нужно подумать просто. Вот. Я просто знаю, что нам нужно. Нам нужно так, чтобы между нами не проводились вот эти, да еще с нашими палатками, значит, мероприятия, ну, ну, похожей, потому что в этом случае нам становится, ну, то есть у нас сжимается количество экспонентов, и это тоже откликнется, это менее интересно становится для Академгородка тоже, понимаете. Хотя мы изо всех сил пытаемся там отличаться, мы делаем, значит, культурную программу. Анна Валерьевна, какие вы хотите предпринять шаги, какие действия будут предприняты, чтобы решить проблемы? Ой, вы знаете, я вот эти шаги предпринимала последние годы. То есть я это предвидела, когда появился только первый оператор, который, ну, как бы сказать, подписав нашу концепцию, но сделал совершенно, у меня сохранились фотографии того времени, это вообще просто, как бы, что-то сказано про мастер-классы, которых не выполнялось, набито было там, наших экспонентов было совсем мало, набито было вообще чем попало, как бы сказать, это все эти палатки. Просто жалко, что все эти ярмарки попадают под реме, ну, то есть их позиционируют как ремесленные. Никто не сказал, что этого нельзя. Это вот как то самое вранье, которое потом не дает возможности, ну, как говорят, во столько развелось этих ярмарок, но не сравнивают поверхностный взгляд. И может быть для человека, не интересующегося, понимаете, не все должны интересоваться ярмарками, которые идут по улице Лича. Они действительно сливаются одним сплошным планом, но существует большой контингент людей. И как раз, как правило, вот люди, которые не нравятся, они очень активно себя проявляют. А люди, которым нравится, которых все устраивает, они не спешат бежать и там голосовать или отстаивать, или еще что-то, ну, так по жизни происходит. Вот, значит, я-то думаю, что все-таки, как бы сказать, это нуждается, прежде чем принятие решений, должна быть какая-то дискуссия такая, как это сделать правильно. Вот, я говорю, что я сегодня вот не готова, чтобы, зная вот эти все требования со стороны, там, законодательства, там, антимонопольного законодательства, вот, вот, зная, значит, как легко все запретить и уничтожить все подряд. У нас неоднократно это делалось на наших глазах, вот, как это было сортание в городе, и как тяжело будет поднимать и подниматься на тот уровень, который мы имели, который был, да. Это же опять нужно людей приучать, это гадание делается, у нас сезон короткий. Вот, поэтому я не считаю, что ярмарки-то надо уничтожать, чем больше, чем это, но просто нужно правильно разводить это все делать, это делать грамотно. Это тоже высокий уровень, как бы, культуры, в том числе и административной культуры. Хочу пригласить наших телезрителей поучаствовать в дискуссии. Совсем скоро на сайте Академ.Инфо появится материал, текстовая версия нашей с вами беседы, и каждый может оставить свое мнение, выразить какие-то пожелания. Анна Валерьевна, спасибо, что к нам пришли, спасибо, что потратили на нас время. Спасибо еще раз огромное. Всего доброго. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова